Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня речь пойдет об очень серьезной проблеме. Как избавиться от влажности в доме? Очень серьезная проблема всех частных домов, особенно зимой и в межсезонье. Вообще норма влажности в помещении в холодный период времени 30-45%, максимально допустимая 60%. В нашем же доме она гораздо выше, даже выше максимально допустимой. Вот посмотрите, я показываю вам свои окна. Окна плачут, собирается конденсат. Каждое утро я вытираю на подоконниках большое количество воды. Вот сейчас я уже воду эту собрала, но на окнах конденсат остался. Помимо окон у меня и в одной комнате чернеет постоянно угол. Мне постоянно приходится справляться с этой чернотой. Иногда периодически я даже меняю обои в этом углу. Я смотрела много видео, что есть различные способы снижения влажности. Это частое проветривание, но согласитесь, зимой часто невозможно проветривание. Тем более в нашем регионе, где иногда температура опускается до минус 30-40 градусов. Затем установка вытяжных вентиляторов, использование кондиционеров, обогревателей. Но зачем включать обогреватель, если в доме жарко. Исправные трубы и сантехника. С этим у нас все в порядке. И отказ от сушки белья в комнате. Но тоже согласитесь, зимой на улице белье не высушишь. По-любому будешь сушить его дома. Так что это не решение проблемы. Ежегодно мы делаем в доме ремонт. Что-то переделываем, ремонтируем. Ну а с влажностью справиться не можем. Но это происходит отчасти от того, что в доме, дом довольно-таки уже старый. И в доме плохая вентиляция. Поэтому мы решили, что не стоит изобретать велосипед, а купить себе помощника, влагопоглотителя. И вот поездив по магазинам нашего городка, мы наконец нашли небольшой магазинчик, где продаются эти осушители воздуха. И вчера мы его приобрели. Ну вот этот осушитель воздуха, который мы приобрели сегодня. Фирма, которая его производит, называется Балу Хом. Ну прибор довольно-таки большой. Вес его 10 килограмм, высота около 50 сантиметров, а ширина 34 сантиметра. Объем бака для сбора конденсата чуть больше 2 литров, 2 и 3 литра. Ну я вам хочу сказать, что прибор действительно хорош. Он работает. Мы установили, включили его сегодня в 6 часов вечера. И вот сейчас, время без 15 час ночи, он отключился. Отключается он в том случае, если бак заполнился водой. Ну вот сейчас мы это и проверим. Ну вот, мне сын помогает вытащить этот бачок с водой, потому что снимать и вытаскивать неудобно. Видите, бачок абсолютно полный. Вода заполнилась. Повторяю, объем бачка 2 и 3 литра. То есть за 7 часов осушитель воздуха набрал больше 2 литров. Прибор работает прекрасно. Ну и последняя информация, которую я хочу сообщить, это стоимость данного осушителя воздуха. Мы его купили за 95 тысяч тенге. В долларах это примерно 225 долларов. А в рублях российских приблизительно 17 тысяч российских рублей. Как видите, прибор не дешевый. Но мы рады, что мы купили этот прибор, потому что он действительно оказался эффективным. Уважаемые зрители, я решила немножко добавить видео об осушителе воздуха, который мы приобрели. Он у нас проработал неделю. И что я хочу сказать, какой результат мы заметили во время работы этого осушителя за неделю. Вот я вам не показывала верхнюю панель. На верхней панели 3 уровня влажности. 40%, 50% и 60% влажности. Сейчас насушитель воздуха работает на уровне 50%. А когда мы его купили, мы его установили сразу на уровне 60%. На этом уровне он проработал у нас 4 дня. За 4 дня мы 7 раз осушали бачок с водой. То есть бачок у нас объемом 2,3 литра. 2 литра 300 грамм. То есть представляете, сколько воды он собрал за 4 дня. И помимо этого у нас понизилась влажность на 10%. Он автоматически через 4 дня переключился на уровень 50%. И вот сейчас работает на этом уровне 50%. Воды сейчас собирается значительно меньше. И вот за 3 дня мы вылили всего 2 раза полный бачок. То есть я могу с уверенностью сказать, что осушитель воздуха прекрасно работает. Поэтому у кого есть проблемы с влажностью в доме, смело можете покупать вот такой прибор. Ну я хочу еще добавить, что на Алиэкспресс мы тоже смотрели такие осушители воздуха. Их там огромный выбор. Они, ну там мини осушители. Они гораздо меньше объемом. И стоят они гораздо дешевле, чем этот осушитель. Но мы решили взять побольше. Объемом, наш осушитель объемом 20 литров. Это во-первых. Во-вторых, все-таки в магазине есть гарантия. Мы взяли его с гарантией на 2 года. Поэтому это было основным, так скажем, фактором, почему мы купили именно такой осушитель в магазине. Ну на этом я заканчиваю. Желаю всем здоровья. Подписывайтесь на мой канал.